Многострадальный Мариуполь по-прежнему остается в осаде. Российские военные уничтожают город и мирных жителей. Более двух недель мариупольцы заблокированы в руинах собственных домов. Живут без воды, света и лекарств. Продукты практически на исходе. Готовить приходится на улице, на открытом огне. О том, как выживают люди в нечеловеческих условиях, смотрите в нашем сюжете. Город-страдалец. Таким сейчас видит весь мир Мариуполь. Мариуполь. Жестокая русская война продолжает уничтожать этот город и его мирных обитателей. Более двух недель жители Мариуполя находятся в осаде. Они заблокированы в руинах собственных домов без воды, света и лекарств. Еда, если еще и есть, то на исходе. Готовить приходится на открытом огне, часто под звуки выстрелов. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. А все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Окупантов не интересуют люди и их судьбы. Даже дети. В семью Елены оккупанты начали стрелять без предупреждения, когда те пытались выехать из города. Одна из российских пуль попала в лицо ее 11-летней дочери. Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка находится в больнице и едва может ходить. Те, кто вынуждены оставаться в многострадальном Мариуполе, каждый день самостоятельно хоронят погибших мирных жителей. Страшно, что хоронят и хоронят, только вытягивают. Происходящее в Мариуполе не просто гуманитарный кризис, а геноцид. Именно так происходящее чувствуют местные жители. В подвале сыро, холодно. Так бы хоть лежал, уже знал, что тебя уже не будут бомбить. А то же лежишь, а тебя... Вон сколько трупов вытягивали, захоронили, а не дома. Инфраструктура города получила сильное, почти стопроцентное повреждение. Многие здания не подлежат возобновлению. И жила хорошо, и гараж у меня, и дача у меня. И теперь ничего. И трехкомнатная квартира, и вот я. Жителям Мариуполя некуда возвращаться. Но они, как и ВСУ, не оставят родную землю, не бросят город.